здравствуйте уважаемые трейдеры с вами на связи Виталий Кухта сегодня у нас 7 октября сделаем обзор рынка пройдемся как всегда по основным инструментам фондовые индексы товарно-сырьевой рынок затронем еще там пару таких товаров есть интересные моменты как мне кажется валютный рынок рынок криптовалют и так что у нас произошло на прошлой неделе самое интересное это большой блок статистики по рынку труда напомню у нас выходили джолтс ДП и как я в пятницу говорил утром что НФП ожидается выше ожиданий не то что выше ожиданий я думаю что выйдут выше ожиданий данные потому что АДП вышли лучше джолтс вышли выше 8 миллионов да и в принципе это произошло ожидали там 150 тысяч условно вышло 250 тысяч что это нам показывает что рынок труда хороший пока мягкая посадка экономики и я уже сегодня смотрел данные по фэтч волкс по поводу вероятности понижения ставки в ноябре на 50 процентов равна нулю пока да больше все склоняются к 0 25 процентов и это я думаю заложено в рынок поэтому вот так и мой прогноз на укрепление доллара мы в пятницу отработали по золоту я видел снижение мы локально отработали на что не сработало это пока я сын пью пятницу у нас смп почему-то показал рост но в принципе смп он такой что даже я помню прошлые данные там доллар одно показывалось и противоположную сторону такое бывает но пока я все-таки склоняюсь дальше к снижению фондовых индексов локально что у нас на этой неделе это инфляция по сша cpi и ppi еще там несколько статистики есть по другим зонам британия германия новая зеландия но я думаю она не так важно как важна статистика по штатам ну еще плюс затронем китайский индекс были вопросы давайте конкретно начнем с как всегда с индекса смп 500 фьючерс и так пока по индексу смп 500 пока мы ниже вот этих максимум которые у нас были 5 820 вот эти максимум до которые были у нас в конце сентября я склоняюсь к более глубокому глубокой коррекции да у нас уже как видим последние несколько дней началась коррекция по смп и я думаю что она продолжится где-то в район условно пять шестьсот пятьдесят пять шестьсот вот этот вот этот геп мы будем закрывать и возможно ниже посмотрим по факту уже что это будет за коррекция если мы эти уровни максимумы выносим сегодня завтра то конечно я дальше перейду перейду к сценарию только лорда сейчас пока спекулятивно контртренд я рассматриваю снижение по данному индексу возможно нас произойдет вот такая коррекция небольшая возможно затянется на несколько недель на конечно у нас еще напомню ближний восток он такой горячий что-то хотел ответить иран этих выходных но так не получилось договорились или нет но я скажу так перспективы на ближнем востоке не очень и ближе к забегая наперед ближе к выборам по штатам там будут будут очень и очень все нарастать в негативную сторону как я склоняюсь к тем скажем к тому видению что скажем условно израиль работает в паре с трампом чтобы скажем и они будут на раз наращивать этот конфликт эскалировать чтобы победить на выборах ну посмотрим потому что демократы мне кажется не договорились с ираном как ну как некоторые аналитики говорят поэтому иран так очень осторожно иногда отвечает иногда не хочет отвечать но ну вот как то вот так поэтому чему я веду что ближе к выборам будет очень-очень там все горячо и скажем так чему я это нужно быть осторожным на рынках позиции на выходных думать оставлять не оставлять зависимости в какие инструменты конечно если это покупка золота покупка нефти можно но если это шарты тут нужно быть аккуратным потому что в любой момент может бахнуть на рынках да и это не только касается нефти золото это любой другой инструмент может показать какую-то реакцию поэтому октябрь-ноябрь и очень-очень аккуратно нужно быть на рынках s&p как уже сказал дальше nasdaq а здесь ситуация аналогичная пока мы ниже 20 20 тысяч 300 320 условно да вот 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 этот уровень вот максимум от 1 октября я за более глубокую коррекцию по NASDAQ аналогично как по s&p что это будет за коррекция небольшая и мы идем закрывать геп районе 19 500 или более низко время покажет если ситуация будет меняться и то же самое по nasdaq если мы выносим вот эти максимумы локальные то дальше как по s&p я буду рассматривать аналоги дальше китайский индекс что по китайскому индексу куча денег влили какие-то меры по китаю правительство ввело индекс показал очень-очень стремительный рост то есть что мы видим глобально что он если нас интересует будет ли там глобальный рост я думаю что нет потому что там ну так скажем куча проблем в китайской экономике очень-очень много и эти меры ну ты помогая но какое-то время симулирует рынок фондовые ну а дальше как обычно да поэтому если двух словах глобально я думаю что вот это движение наверх это коррекция по отношению к этому тренду который у нас нисходящий длится с 21 года на это в принципе достаточно долго какая-то коррекция будет я бы дальше где-то искал и какие-то спекулятивные покупки но принципе так 50 процентов корректировали но я думаю что здесь еще там коррекция под затянется формате по времени но по глубине я там очень глубоко и сильно не вижу я все-таки рассчитываю что эта коррекция и дальше мы будем дальше падать хорошо дальше металлы по металлам золото по золоту в пятницу на нон фармах мы показали снижение локальные принципе как и ожидалось дальше что здесь дальше будет ли снова коррекция по по золоту более глубокая она под вопросом я бы больше здесь работал на выход с этого диапазона то есть нижняя граница у нас 2 2633 и верхняя граница в районе 2665 даже там можно 2668 взять вот этот уровень и работать с этого диапазона на потому что сейчас есть скажем вероятность какие роста так и более глубокой коррекции по золоту это что касается золота я больше даже склоняясь к росту вот если вы понятно здесь очень сильный тренд и поэтому даже можно или первый вариант ждать выхода с этого диапазона работать там на пробой на по стратегии пробой или второй вариант рискнуть текущих купить стоп лосс понятный за минимум пятница все поставили если будет выносить стоп там уже работаем на на продажу на поэтому золото выход с диапазона или покупка дальше по серебру здесь ситуация в чем она заключается в том что у нас тоже сильный тренд сильное поджатие но видим произошел пятницу ложный вынос во первых локальных вот этих максимумов и уровня который был у нас несколько месяцев назад поэтому здесь возможно рассматривать как вариант по серебру ложный пробой торговля да то есть на коррекцию но в случае если дальше серебро не будет падать да а будет поджиматься к этому уровню ключевой уровень у нас здесь 3250 то я бы дальше пересматривал этот подход и работал на пробой по данному инструменту наверх что касается нефти марки бренд здесь только покупки пока я вижу на хотя не исключаю что вот этот весь рост это коррекция к предыдущему падению тренда мощного но дальше я бы искал искал покупочки в принципе с текущих плюс-минус кто ранее не покупал я бы искал покупки с целью 80 90 вот как то вот так поэтому по по нефти пока покупки здесь сложные точки входа потому что волатильность плюс политика конфликт может колбасить очень сильно но пока я за рост по данному инструменту что касается натурального газа у меня глобально по газу есть мнение что мы дальше будем очень сильно расти им то есть это основной сценарий который рассматривал если смотреть за последнее время у нас есть один мощный импульс 2 мощный импульс и сейчас после окончания вот этой коррекции я бы все время искал точки входа на покупку с целью как минимум давайте так с целью 370 на то есть это при принципе доллар и возможно выше в район даже 4 доллара это по натуральному газу какая здесь будет коррекция или она за будет более глубокая время покажет но я бы здесь дальше искал только покупки по натуральному газу альтернатива конечно она может быть что мы глобально еще будем падать но учитывая вот эти все моменты на ближнем востоке я бы здесь только только покупки искал сейчас у нас как видим началась чуть-чуть коррекция такая более усложненная после ее окончания я бы дальше покупал что интересного еще хотел сказать по фьючерсам на на сахар мне кажется здесь будет рост то есть я бы рассматривал нас ключевой уровень 2230 я бы выше этого уровня искал ну кто торгует сахара я бы искал точки входа на покупку по данному инструменту дальше интересно еще катон мне кажется пока тону здесь ситуация аналогичная у нас сильный сильный тренд вниз но я вижу что здесь возможно рисуется покупка вот ключевой уровень 72 от выше 72 я бы рассматривал покупки с целью возможно там район 75 77 80 плюс минус кто торгует данной также инструмент итак остался у нас рынок форекс рынок криптовалют давайте индекс доллара в принципе в двух словах принципе ожидаемая пятницу показал рост по точкам хода здесь очень все сложно было я говорил потому что такие движения без коррекции без накоплений я не люблю торговать что касается в общем если подытожить дальше по индекс доллара по евро доллару у меня есть еще мнение что по евро доллару вот эта коррекция и вниз если глобально смотреть то мы сейчас находимся на такой точке x на трендовый и зона достаточно сильной поддержки в районе 0950 и когда покажется окончание вот этой коррекции то есть мы нарисуем модель на покупку я бы дальше рассматривал с целью там 112 115 как я ожидал ранее то есть глобально один 15 могу ли ошибаться в формате что вот этот рост который я по евро ожидал на 115 он закончился уже на 112 и у нас учитывая возможной потенциальной эскалации конфликта в дальнейшем мире в разных точках мира то трейдеры будут уходить в доллар на таком формате и евро один 12 это потолок по индекс доллара 100 это был минимальный потолок потому что я ранее озвучивал там цели 98 95 индекса доллара и мы туда больше не пойдем такой сценарий я не исключаю к нему возможно я буду скажем моменте это все рассматривать перевернусь я в эту сторону или нет но пока я жду сигнала на окончание коррекции по евро если все-таки моя скажем теория верна то получится хороший рост если нет ну для этого есть стоп лосс и рынок криптовалют bitcoin эфир в принципе как я говорил что покупаем все время эфир bitcoin с с минимальными причинами потому что здесь по точкам входа очень сложно по коррекции с большими плечами здесь более сложно найти точку входа не всегда bitcoin бывает или эфир хороший по точкам входа там очень редко поэтому покупаем все таки я как я ранее говорил вот это все коррекцию вижу и дальше глобальный рост конечно не могу исключать что мы еще там будем падать хорошенько уровень 50 тысяч но пока это как альтернатива я пока только за рост по данному инструменту то же самое вот эфир мы находимся на такой точке откуда мы должны уже только-только расти и если мы дальше это проваливаем 2200 ну сложно мне будет дальше говорить что здесь происходит пока эфир bitcoin я только за покупки на этом все если будут вопросы пишите в комментариях по инструментам который вас интересует свое мнение по рынку всем удачи пока